Добрый день, дорогие зрители канала Садовый мир. Зима все-таки самое лучшее время, чтобы погрузиться вновь в приятные воспоминания, вспомнив все лучшие моменты яркого, отзвеневшего всеми красивыми красками и звуками лета, которые мы с вами проводили совсем недавно. Многие из вас вырастили в своих садах, цветниках, возможно на балконах, лоджиях, на патио, террасах безумно красивые яркие цветы. И сейчас есть возможность пролистать фотографии, видео своих участков, взять отметочки и поставить в своих ежедневниках, какие цветы хотелось бы повторить, какие-то новинки попробовать. И есть время насладиться выбором, выбрать те цветы, которые вы хотели бы вырастить в следующем сезоне. Сегодня давайте поговорим о пяти важных причинах, из-за которых стоит влюбиться и вырастить на своем участке прекрасные цветы, такие как цинии. Сегодня давайте уделим внимание их разновидности, мариландским махровым циньям. Я выбрала для своего участка, уже не первый сезон выращиваю, цинии от агрофирмы партнер из серии барышня-крестьянка. Давайте обо всем по порядку. Первая причина это целая радуга оттенков этого цветка, за исключением единственного цвета, это синие и его оттенки. На самом деле буквально из одного типа цветков вы можете сформировать яркую и сочную палитру своего цветника, сада или любого уголка вашего участка. Я, например, практически все оттенки из серии барышня-крестьянка перебрала, выращивая в своем саду. И хочу сказать, что эти цинии сочетаются и с однолетниками, и с многолетниками, с декоративными растениями и, конечно же, травами. Какой большой плюс у этих растений? Дело в том, что яркие сочные оттенки не выгорают даже на ярком солнце и не становятся блеклыми, не портятся от дождя. И посмотрите, если мы говорить по порядку, вот я беру в руки пакетик с сини, с семенами о синие из этой серии мандариновый конфитюр, и вы посмотрите, вот на пакетике полностью полиграфия повторила незабываемый цвет этого цветка. А сейчас на экране вы видите этот цветок, мандариновый конфитюр, который я вырастила на своем участке. Посмотрите, какой шикарный цитрусовый цвет, словно горит огнями, вот именно ярким солнечным цветом. Второй оттенок – это малиновый щербет. Очаровательный бекалор. Если посмотреть на куст, он усыпан буквально шапочками двухцветных цветов. Каждый раз это загадка, какого цвета будет конкретно цветок. В роспуске он будет совершенно иначе смотреться по сравнению с бутоном. И каждый лепесточек, когда будет разворачиваться, точнее каждый ряд лепестков, то вот яркая такая серебристая подложка с обратной стороны лепестка, когда еще цветочек закрученный, потом она постепенно освобождает насыщенно яркий малиновый цвет и глаз улавливает различные оттенки этого шикарного цвета. Вот если посмотреть поближе на цветочек, вот вы сейчас видите следующее фото из моего архива, то увидите, что ближе к центру цветочек окрашен в ярко-малиновый цвет, а уже по краю расходится таким светлым розовым оттенком, как будто слегка выгорает, словно капелька краски ослабевает на листе акварельной бумаги. И если мы с вами пробежимся по моей фототеке, то увидим еще одну шикарную циню из серии барышня и крестьян, которая фирма партнер. Это рябиновая пастила. Шикарный глубокий цвет. Посмотрите, вот сейчас на фото видно, насколько это яркий цветок, насколько он хорошо сочетается с соседями. И честное слово, вот если даже мы возьмем с вами два-три оттенка из этой серии, то можно уже шикарный цветник создать. А теперь давайте взглянем еще на одну прилизницу из серии барышня и крестьянка от агрофирмы партнер. Абрикосовый джем. Так называется это циния. Я люблю миксовать различные оттенки цинии из этой серии. Посмотрите, вот сейчас как раз на экранах вы видите фото, где рядом с абрикосовым джемом как раз та самая рябиновая пастила, на которую мы только что с вами обращали свое внимание. Два великолепных цвета. Если посмотреть на цветок абрикосового джема поближе, это уже следующая фотография, я специально взяла покрупнее этот цветок на кусту, то вы можете видеть, какой насыщенный и в то же время равномерный окрас у этого цветочка. Словно маленький помпон. Издали можно принять его за хризантему мультифлора. И самое главное, что когда цветок полностью распускается, он сохраняет цвет даже после обильных осадков. Не правда, что он выгорает, выцветает и становится грязным на такого розового цвета. В прошлом сезоне, когда у нас были обильные дожди в конце лета, моя практика показала, что цветы выглядели достойно и великолепно даже в конце сентября, до самых первых заморозков. И я хочу сказать, что вот незаслуженно я обделила своим вниманием в этом сезоне вот такую вот циню из этой же серии. Напоминаю, барышни-крестьянки для тех, кто еще ни разу не выращивал. Это вишневый пирог. Аппетитное название говорит само за себя. Посмотрите, какой глубокий вишневый цвет. И если его посадить с более светлоокрашенной циньей или, например, контрастно желтой или контрастно оранжевой из этой же серии, то будет просто бомбическое сочетание. Вторая причина вырастить циньей на своем участке – это любая высота этого растения. Среди сортов цветочной культуры можно найти и низкорослые, и высокорослые экземпляры. Однако, когда я выбираю серии мариландские, махровые серии барышни-крестьянка, я всегда уверена, что это будут выровненные растения, словно по линеечке, как будто их подстригли куста резом искусственные садоводы. И они всегда будут высотой 40-50 см. Именно в этом диапазоне. И формируя бордюр, всегда можно быть уверен, что они будут в линеечку, без провалов вниз и без переростков вверх. Они формируют куст диаметром до 60 см и даже в одиночных посадках шикарно смотрятся. Третья очень веская причина для любви к этому цветку и чтобы вырасти их на следующий год на своем участке – это то, что циньей очень неприхотливый цветок. Он очень пластичный и приспосабливается к условиям окружающей среды практически на любом участке. Их можно выращивать практически на любой почве. Если почва тяжелая, достаточно их просто прорыхлить. Если почва легкая, просто усилить полив. Мои циньи уже на протяжении двух сезонов росли по периметру теплицы на склоне, где были у нас расположены дорожки. Земли буквально 30 см. На слонцепеке. Этот склон в течение всего солнечного дня, если день выдавался жарким, был буквально ослеплен солнцем. Циньи не выгорали, не пересыхали. А обильные осадки, которые по скату теплицы попадали в прикорневую зону, другой любой цветок просто убили бы. А циньи хоть бы что, как говорится. Единственное, что я снабдила свои посадки, это небольшим бордюрчиком, который отделяли просто часть газона вдоль дорожки от этих цветочных посадок. И самое главное, циньи практически ничем не болеют. Единственное, что нужно проявить заботу, на старте, когда вы сеете семена циньи, нужно брать обеззараженный грунт и благодаря этому вырастить товарную красивую рассаду и высадить ее именно после минования угрозы заморозков. И тогда она будет очень быстро у вас набирать массу, рост и буквально в июне месяце вы увидите уже первые цветы. Четвертая причина на самом деле чрезвычайно важна. Ведь мы высаживаем цветы не только для себя, но в том числе для того, чтобы привлечь в наш сад огородную зону насекомых опылителей. А как приятно наблюдать за роем бабочек, которые кружат над яркими цветами. Циньи настоящий магнит для них. Посмотрите, это настоящее пиршенство, яркие красивые цветы, богатые в серединочке пыльниками. Бабочки порхают с циньи на цинью, собирая нектар. Пчелки тоже трудятся. В прошлом сезоне абсолютно нетипичное насекомое, которое у нас появилось в Нижегородской области, это богомол, выбрал именно цинью. Именно там мы ее нашли. Вот, кстати, фото не даст соврать. На циньи медовая ковришка ярко-желтого цвета из этой фирменной серии. Агрофирм партнер, барышня-крестьянка. Он расположился с комфортом. И последней причиной, я считаю, что она тоже очень важна, это то, что циньи цветок чрезвычайно продуктивный. Она радует беспрерывным, нескончаемым цветением. Буквально, как только вы высаживаете рассаду, как только она зацепится немного корнями, она сразу дает прирост. Вот если говорить об этой серии, то она выстреливает большое количество цветоносов из боковых пазух. То есть это один ярус закрывает второй ярус. То есть новый прикрывает от свежей цветочки нижнего яруса. И вам не нужно без конца щипать цветы, стимулируя, как говорится, образование новых бутонов, как рекомендуют цветоводы в уходе за другими цветами. И самое главное, это трудяшка, рабочая лошадка, которая будет требовать минимума ухода посадить с другими прихотливыми однолетними растениями и давать максимальный результат. Это отличный вариант для дачников выходового дня. Просто нужно замульчировать прикорневую зону в массиве посадок, либо в контейнерных посадках. И таким образом ваши циньи доживут до вашего приезда и будут радовать вас нескончаемым цветением. Единственное, что их может убить, это ранний и сильный возвратный заморозок. Именно для этого посадить хотя бы несколько саженцев в горшочек объемом от 5 литров на одно растение. И будет возможность убирать их в теплицу на защищенную веранду и любоваться ими до сала мороза. А возможно даже домой забрать. Ну что, надеюсь, я сегодня, перечислив 5 причин, по которым нужно выбрать именно мариланские махровые циньи из фирменной серии от Агрофирм Партнер, серия Барышки Крестьянка Напоминает называется. Сегодня мы с вами полюбовались вот такими вот прекрасными цветами. Это вишневый пирог, абрикосовый джем, рябиновый пастила и малиновый щербет, и, конечно же, мандариновый конфитер. Очень яркие, броские, аппетитные названия. Ну а цветы еще краше. Оставайтесь с нами, не успеем оглянуться. В марте месяце начнем в конце месяца сеять цинью на рассаду. Раньше смысла нет. Не мучить себя и не мучить рассаду. Цинь развивается в рассаде очень быстро. А в более южных регионах цинью можно посеять прямым посевом в грудь немножечко, прикрыв посевы от холодных температур в ночное время. Ну что, мои дорогие, надеюсь, что многие из вас сегодня прислушаются к нашим советам и выберут этих красавиц для следующего сезона.